Совсем скоро в стране будет внедрена система социальных контрактов. Алматы в числе первых городов Казахстана, где появится больница нового типа. В рамках государственного частного партнёрства при медицинском университете мегаполиса будет построена клиника. Уже идёт разработка технико-экономического обоснования. Практика показывает, привлечение частного поставщика медицинских услуг более выгодно для государства, так как бизнес умеет считать деньги. В 15-16 годах начнётся строительство. Вместе с тем, сегодня министерством рассматривается 10 предложений Акимов о включении в проект ГЧП ещё 10 строительства, 10 объектов здравоохранения. Теперь в здравоохранении будут использовать только международные стандарты, куда входят проектирование, строительство, эксплуатация, передача в доверительное управление, оказание медицинских и других услуг. Министр считает, что все нововведения кардинально улучшат качество медицины. Ведь, согласно статистике, озвученной на совещании, каждый шестой гражданин Казахстана сегодня недоволен системой здравоохранения. Претензии нашлись и у депутатов. Что делать с материнской смертностью в Южной Казахстанской области? Вот вы сейчас называете такие показатели, то на каком основании? В Южной Казахстанской области смертность материнская выше, чем в Алматы в три раза. Главный врач страны успокоила мажористменов, напомнив, что за последние три года материнская смертность в республике сократилась почти в четыре раза, а детская на 25%. Понятно, что в Южном Казахстане количество смертей будет больше, потому что там большее количество родов происходит по сравнению с другими областями. Сегодня главными вопросами, на взгляд министра, стоят обеспечение населения лекарствами. Также в стране остро не хватает хороших специалистов. Дефицит врачей и клинических специальностей закрывают медики с большим стажем. Так, за последние три года 43% новоиспеченных пенсионеров согласились продолжить работу в больницах.